Всем привет! Вы на канале Вульфий Нитрич. Сегодня мы играем в Black Desert и разбираем патчноут от 6 ноября. Ссылочка на игру есть в описании к видео, там же есть ссылки на полезные модули для игры. Продолжается ивент Мятеж морских монстров. За убийство монстров в море, это Хикару и прочее прочее, мы получаем в 5 раз больше опыта судоходства. Также за Дейлики мы получаем больше опыта судоходства. Награды за вход от Шикоту, календарь наград гильдии, подарки каждый день приключения Черного Духа, крутим кубик. А также продолжается ивент памятные моменты нашей гильдии, где нужно сделать скриншот интересный, объясняющий какую-то историю, видео, либо же написать текстовый вариант приключения со своей гильдией. Завершился ивент, посвященный фестивалю Хэллоуэна. Хекса Мари больше не появляется в разломах. А также ведьма, которая Изабелла, она больше тоже не появится. Мешочки Хэллоуэна, тыквенные конфеты и конфеты больше не выдаются. В новости с информацией о постоянных ивентах закралась небольшая опечатка. Тут указан ивент приключения Черного Духа, кубик. Особые подарки от Клиффа для новых игроков один раз на аккаунт. А также указан набор путешественников за сокровищами Дригана. Даже по датам, которые здесь указаны, понятно, что ивент старый и сюда попал чисто случайно. Так что если вдруг ты ломаешь голову, где же, почему же у тебя этого всего нету, просто потому что его и быть не должно. Специальный ивент для начинающих игроков. Для тех, кто в игру только-только-только зашел, еще не играл, считается новичком, После входа в игру можно получить ивент премиум набор на 7 дней в достижениях. Неожиданный подарок. И новый ивент сладкие лакомства, сладкие награды. Занимаясь охотой, то есть убийством монстров, занимаясь рыбалкой и сбором, получаем сладкий шоколад и упаковочная бумага. Также в достижениях будут выдаваться оба эти итема, и если через имперскую кулинарию в меню изготовления сложить 5 сладких шоколадов и 1 упаковочную бумагу, можно получить коробку конфет, из которой вот такой вот дроп. Сундуки с босс-оружием, золотая бижутерия и разные расходники. Загляни в лавку rpgdon.com, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Новинки в премиум магазине. Подарок для феи, цветочный мед по акции. Набор волка Масильва, питомец волк. Чарующая магия, комплект фокусницы на волшебницу. Классический комплект Игнис на лучницу и лучника. Ход конем от разработчиков. Внешка этого комплекта напоминает те самые нубские доспехи, в которых персонаж появляется первый раз в игру. И только одну неделю набор с бруи Атика. А также энергия королевы феи. Это итем для сброса навыков феи. Подозрительно. Сегодня целых два товара, посвященных фее. Либо что-то намечается, либо просто больше нечего выдавать нам по скидкам. Хотя могли бы добавить ежика. Нитрич очень его ждет. Ставь лайк, если хочешь, чтобы у Нитрича был ежик. Добавлены новые сундуки кулинарии и алхимии для имперской поставки. Многие считали, ждали, хотели, верили и надеялись, что это будет прорыв в имперской торговле. Это будет что-то новое, это будет что-то крутое, более прибыльное. И, наконец-то, ремесленники смогут зарабатывать. То же самое написали нам разработчики в объяснении, почему они, собственно, доработали эту систему. Но по факту пока возникает вопрос, а улучшилась ли эта система или нет. Все стало намного проще, согласна. Теперь нет миллионов разных паков, теперь можно меньше места в складах оставлять под имперские паки. Но при этом эти паки стали не такие уже и выгодные. Но давай все по порядку. Начнем с того, что же поменяли. Если раньше у нас было вот сколько блюд можно запаковать в имперскую торговлю, столько и паков, которые мы сдаем. Сейчас же у нас есть просто 6 видов паков в зависимости от уровня кулинарии. Ученик, профессионал, эксперт, мастер, грандмастер и специалист. Эти паки запаковываются точно так же через меню изготовления алхимия и туда кладутся разные ингредиенты. Вот списки, какие ингредиенты нужны. Давай разберемся сначала с кулинарией. Точнее, какие блюда нужны для того, чтобы запаковать в определенные паки. Теперь можно, кстати, запаковывать еще и проки. То есть, если у тебя есть, ты крафтишь, например, блюдо, из него выскочили еще проки разные, то теперь их тоже можно запаковать в имперку. Это однозначно плюс. Очень много рыбы я выбросила просто в магазин, поскольку на аукционе она никому не нужна, а перекрафчивать дальше я ее тоже ни во что не собиралась. Вместе с тем, помимо серебра и золотой печати кухня, теперь будут выдавать сундуки с наградой. Одна штучка за один пак. И сундуки будут зависеть от того, какой сундук ты будешь собирать уровень кулинарии. То есть, малый, простой, блестящий, роскошный, особый и сияющий. Награда в них очень даже любопытная. Из каждого сундука можно получить один из следующих предметов. То есть, это очередная рулетка. В малом сундуке у нас есть кулинарный костюм лоджи и плита третья. Про расходники в количестве 15 штучек я ничего не буду говорить, это капля в море. В простом сундуке все то же самое, только ресурсов чуть побольше. В блестящем уже синий костюм кулинарный, мясо королевского кита и по 25 ингредиентов. То есть, это мы, повторюсь, получаем не все сразу, а что-то одно из списка. В следующих сундуках все то же самое. И в последнем особом и сияющем сундуке уже нас ждет одежда повара Маноса. Древние специи крон и, в общем-то, 40-50. Ну, по ресурсам, честно сказать, это, ну, даже на это не стоит обращать внимание, поскольку это очень маленькое количество. Но если выпадет вдруг одежда Маноса, то, конечно же, все абсолютно затраты одной только этой шмоткой ты перебьешь. Та же схема и в алхимии. Есть 6 видов сундуков. Каждый сундук пакуется из определенного ресурса, определенного количества. Вот скриншотики. И в награду выдают сундуки с наградой. То же самое в зависимости от уровня алхимии, соответствующий сундук с наградой. И, как и в кулинарии, за последних два можно вытащить одежду алхимика Маноса. Что касается имперки. Понерфили ее или забустили? Сделали лучше или хуже? Итог простой. Приведу пример старого пака с вареными яйцами и нового пака с теми же вареными яйцами. Да, максимальное количество на обмен увеличилось. И за раз можно сдать сразу 300-200 паков. Весят они легче 50 лт, в то время как старый пак весит 80 лт. Но, на старый пак нам нужно 20 вареных яиц. И по итогу у нас их забирали за 159 тысяч. Это без бонуса от мастерства кулинарии. Новый пак требует 30 штук вареных яиц. И скупают его по 130. Это я не буду учитывать тот факт, что многие скупали ресурсы для того, чтобы крафтить те самые паки. То есть было даже выгодно покупать сушеную рыбу, те же яйца. Перелопачивать их и сдавать. Сейчас же ты видишь, что как бы... Ну, теперь сомнительно. Улучшили они эту имперку или ухудшили. Да, на аукционе все абсолютно сгребли. Да, теперь можно просто продавать готовые блюда и люди будут их скупать. Но в то же время нужно будет перебрать, переанализировать затраты. Калькулятор крафта на Рпакедоне я в ближайшие дни обновлю. Там будет учтен коэффициент крафта. И можно будет посчитать примерно затраты на вот эти новые паки и понять, выгодно ими заниматься или же нет. В общем, я теперь не знаю, сделали хорошо или плохо. Насколько часто будут прокать дорогие ресурсы из этих сундуков, я узнаю чуть попозже. Соберу специально статистику, покрафчу. Но после того, как сделаю море, хотя посмотрим, может быть что-то из морского контента отложу и накоплю вот этих вот сундучков. Благо за каждый имперский сундук дается один сундук с наградой дополнительной. Так что накопить соточку будет не проблема. Старые сундуки изготавливать больше нельзя. Но можно продать новые, соответственно. Можно продать и изготовить. Наука Акилу добавили следующее ежедневное задание. Это хорошая новость для тех, кто выполняет дейлики для того, чтобы получить ресурсы для прокачки корабля в Т2 и Т3. Чем хорошее? Тем, что упростили задание на Клинка, Кандидума и Челюсть. Упростили, но в то же время и не все так просто. Раньше для выполнения задания нужно было убить целого монстра. В одиночку на старом корабле сложно было справиться. На апнутом эскорте, я забыла как его называют теперь, но я думаю ты понимаешь, да, о чем я. Вот там можно было и соло убить того же Клинка, ту же Челюсть. Проблем не было, но плыть далеко было. Сейчас же для одиночек сделали проще. Теперь можно выбрать, какой квест выполнять. Либо убивать обычного монстра, настоящего, самого большого. Либо убивать маленького. Но, как всегда есть но, награда за квесты, где нужно убить молодых мобов, меньше. Например, за Железную Челюсть дают Слезу Глубин. Этот итем нужен для того, чтобы сделать Т3 корабль Галеон. А вот если убивать молодую Железную Челюсть, то дается Камень Глубин. За два камня мы получаем одну Слезу. То же самое и в остальных, дается просто меньше ресурсов. Соответственно, ты сможешь ходить в соло, но придется потратить больше дней. И для гильдии добавили еще задание. Расправиться с голодными океанскими чудовищами Лагри. Это те самые аналоги Хикару и Трейфующего Хищника, но голодные, которые водятся в обычном море, где есть карта между островами. И их нужно убить больше. Например, маленький квест на чудовищ Лагри, старый, подразумевает убийство двух чудовищ. А вот маленький новый квест просит убить 10 голодных океанских чудовищ. Фонд Гильдия получает ту же награду в 20 миллионов серебра, 3000 очков Гильдии, один Камень Гнева, одну Боевую Печать и один Кристалл Голубых Волн. Но, соответственно, мобов нужно убить больше, но их найти проще. Снижена вероятность получения Кристаллов Магии в следующих территориях. Поскольку Кристалл Магии это у нас апнутый камень, который нигде не дропается, его нужно делать ручками, то речь о камнях инкрустации, обыкновенных. И снизили шанс на 50%, где-то на 66%. Вот полный список. Справки по персонажам коснулись только Шай. А у лучника исправили в некоторых случаях блок, который не срабатывал, когда он двигался назад в пробужденной стойке. Где-то на Корее, на ПТС или вообще на Лайве этот блок убрали, а у нас его пока правят. Так что нерфить не собираются. Так же, как и ДК и остальные классы. Теперь к ремесленным украшениям Лоджи, Кераноа и Маноса будет применяться эффект комплекта. Достаточно экипировать два предмета из одного комплекта для того, чтобы получить дополнительный ремесленный опыт. 2%, 3,5% и 5% в зависимости от грейда. Больше интересного ничего нету. В транспорте исправили описание. Задание знания тоже ничего интересного. НПС, фон, звук. Я все пролистываю. Кому интересно, читайте. В пользовательском интерфейсе изменили уровень, с которого можно выбирать, как точиться. То есть, точиться смело, точиться осторожно. Раньше мы решали от 7 до 14 у оружия. Теперь же с 9 до 14. Повысили минимальный порог. Ну и больше ничего интересного. Ошибки, интерфейс, где-то текст наехал. В общем, классика. Как всегда, огромный список, но ничего интересного в этом нет. Спасибо за просмотр. Пиши в комментариях свое впечатление по новой имперке. Нужно ли делать отдельное видео с анализом, с расчетами, с прочим. Либо достаточно просто будет в калькуляторе внести правочки, и каждый сам сможет посмотреть, что изменилось и каким боком это теперь все нам вылезет. Заходи на стримы, обсуждать правки. По средам заходи разбирать патчноуты в прямом эфире. 14, 15, 16 мы будем стримить из Кореи. Там проходит G-Star. Нас туда пригласили и будут лайвстримы с самой презентацией. Ставь палец вверх и делись видео с друзьями. И до встречи на просторах игры. Пока-пока.